Приветствую всех на канале Кузжизни. Меня зовут Светлана и я живу на Кипре. В прошлом моем видео я вам показывала нашу экскурсию в музей классических исторических автомобилей, которые находятся в городе Лимасул на Кипре. Я обещала вам рассказать историю создания вот этой статуэтки, которая находится на автомобилях Rolls-Royce. Вернее, статуэтки, которые находятся на капотах автомобиля, их называют маскоты. В переводе, что с английского, это талисман. И вот, например, на наших Волгах, вот олень был, помните, он тоже это маскот, а не значок, как его называли раньше. А значок на этом автомобиле, на Rolls-Royce, это двойная буква R английская. Вообще Rolls-Royce это английская марка автомобилей, которая вот на протяжении 20 века она считалась неотъемлемой частью мира миллионеров. Названа она в честь Чарльза Роуза, аристократа и продавца иномарок, и Генри Ройса, талантливого инженера и конструктора. И в 1096 году они основали компанию Rolls-Royce, и она вскоре выпустила свой первый автомобиль, который назывался Silverhost, Серебряный призрак. И у них был друг, который и купил один из первых вот этих автомобилей. Это был лорд Джон Дуглас Скотт Монтегио. Он увлекался автомобилями, у него был свое издательское, он издавал журнал об автомобилях, он открыл автомобильный клуб в Англии, и также он издал первый учебник по вождению автомобилей. Он дружил с королем Эдуардом, часто катал его на этом автомобиле. И первым автомобилем с маркой Rolls-Royce, который въехал во двор английского парламента, это как раз был этот сэр Монтегио. И чтобы выделить свой автомобиль, лорд заказал своему другу, скульптору-модернисту Чарльзу Саксу фигурку-талисман. Нужно сказать, что Сакс также работал иллюстратором в журнале об автомобилях, который издавал лорд. И там же в этом издательстве и работала секретарем молодая красивая девушка, которая работала, была не только секретарем, но и была любовницей самого этого лорда Джона Дугласа Скотта Монтегио. А звали ее Элеонора Веласко Тортон. И нужно сказать, что она была очень красива и была не только любовницей этого лорда, но ее очень любил, конечно, и скульптор сам этот Сакс. Зная тайную связь между лордом Монтегио и Элеонор, этот скульптор Сакс предложил самой Элеонор стать моделью для этой сатуэтки. И эта сатуэтка, когда была выполнена, она получила название Шепот. Она представляла собой полуобнаженную женщину, в развивающейся тоге, которая прикладывала указательный палец к губам. И вот этот палец, приложенный к губам, он символизировал тайну. Ну и никто не знает, это была тайна любви лордой секретарши, то ли тайная любовь Элеонор самого Сакс. И вот уже в 1910 году лорд Монтегио уже с гордостью разъезжал на своем роусе с маскотом на капоте. И так как он был не просто автолюбителем, а одним из пионеров автомобильной культуры, издателем автомобильного журнала, членом палаты лордов, то многие обратили внимание на его автомобиль, и многие захотели иметь похожую такую вот статуэтку на своих автомобилях. И первым, кто обратил внимание, конечно, это был управляющий директор компании Rolls-Royce, Клод Джонсон. И он попросил разрешения у лорда Монтегио, чтобы сделать вот такие статуэтки для всех автомобилей Rolls-Royce. И он также обратился к этому скульптору Саксу, который делал первую статуэтку, и попросил, чтобы он сделал тоже вот статуэтку для всех Rolls-Royce, только он сказал, чтобы была не такая вот частная, приватная, вот которая называлась «Шопот», как у лорда Монтегио, а чтобы это было что-то грациозное, эффектное, и чтобы оно подходило всем Rolls-Royce. Вот. И он как бы сделал такой заказ, чтобы с помощью этой статуэтки показать настоящий дух Rolls-Royce, скорость в абсолютной тишине, неподвижность в полете и удивительное сочетание огромной энергии и живого организма невероятной красоты. И как пример он привел пример статуи Ники в Лувре. Но Ника Саксу не понравилась. В его голове была только Элеонор и любовь к ней. И он попросил ее позировать уже для новой статуэтки, которую он уже потом затем назвал «Дух скорости». Вот. Ну а когда она уже была готова, затем уже эту статуэтку уже переименовали в «Дух экстаза» и описывали ее, как это грациозное маленькое божество, «Дух экстаза», которая избрала путешествие по дороге, как величайшее озарение и нашла свое место на носу Rolls-Royce, дабы вдыхать ветер и слышать музыку колышущихся занавесы. Первая статуэтка появилась на капоте заводской машины в феврале 1911 года. И ее изготовил в своей мастерской лично Сакс. И подписал Чарльз Сакс в феврале 1911 года. Более того, после этого Сакс получил пожизненный заказ изготовления этих маскотов. И он занимался этим вместе со своей дочерью до своей смерти. Умер он в 1948 году. И все статуэтки были подписаны автором. И в начале этот маскот, эта статуэтка «Дух экстаза» она была как дополнительная опция. То есть человек, который покупал автомобиль, он должен был дополнительно заказывать. хочет ли он эту опцию, хочет ли он эту статуэтку. И больше 90% людей, которые покупали этот автомобиль, конечно, говорили, мы хотим. И уже позже стали делать дополнительную опцию. А вот с 1925 года уже «Дух экстаза», эта статуэтка, являлась уже неотъемлемым атрибутом всех автомобилей марки Rolls-Royce. И с 2003 года права на эту фигурку «Spirit of Ecstasy» принадлежат компании BMW. Этот талисман «Летящая леди» несколько раз модифицировался. Вообще существует 11 различных версий. Первоначально это была статуэтка высотой 15 см, которая мешала водителю хорошо сосредоточиться на дороге. И к тому же происходили различные столкновения с пешеходами. И пешеходы страдали от удара вот этой статуэтки. Затем ее сделали меньшим размером, делали ее даже коленопреклонной. То есть она стояла на одном колене и была наклонена. Но не понравилось владельцам автомобилей эта версия. И вернулись к первоначальной, но уже изменили размер, уже была меньшего размера. А в 1034 году Сакс снова вернулся к образу этой своей возлюбленной и создал по образу спортивную версию этой статуэтки. Она была более низкая, обтекаемая, и чтобы не мешала водителю на большой скорости. Но эта версия была всего лишь на трех моделях, и после чего Rolls-Royce отказался от нее в пользу первоначальной. Эту статуэтку дух экстаза изготавливали из различных материалов. И по желанию клиента вы ее делали и серебряной, и золотой. Ну и хочу вам рассказать, как же сложилась жизнь самой этой Элеоноры, которая явилась прототипом вот этой статуэтки. А жизнь ее сложилась очень трагически. Дело в том, что она была не только любовницей лорда Монтегио, но и любимой женщиной. И она даже родила от него ребенка. Это была девочка, которую затем она отдала на усыновление. Они не могли пожениться, так как в это время город Монтегио уже был женат, и у них был разный социальный статус. Элеонора была ниже статуса, поэтому он не мог на ней жениться. В декабре 1915 года она сопровождала лорда в поездке из Марселя в Египет. Вернее, эта поездка была в Индию, но она сопровождала до Египта его на корабле Персия. И вот у берегов Крита в Средиземном море 30 декабря 1915 года немецкая подводная лодка Ю-38 торпедировала этот британский лайнер у побережья острова Крит. И жертвами на корабле стали более 300 человек из 500, которые находились на этом корабле. Пароход затонул всего за 5 минут, и поэтому люди не успели пересесть в шлюпки, которые были подвешены к бортам. И вот до самого последнего момента крушения сэр Монтегио держал за руку Элеонор Тортон. Но затем огромная волна ударила их и разъединила. И она утонула. А дело в том, что его спас надувной жилет, который прилагался к его генеральской форме. И три дня дрейфовали люди на полуразрушенных кусков от самого корабля, который произошел при взрыве, видела то, что не только торпеда взорвала этот корабль, но еще и сам котел на самом корабле был следующий взрыв. И вот эти вот куски дерева, на которые люди цеплялись. И вот сам этот лорд Монтегио три дня дрейфовал в море. И затем уже итальянский корабль подобрал людей и доставил их на остров Мальта. И когда уже потом лорд Монтегио уже возвращался в Англию, то он прочитал в газетах даже, собственно, некролог. Ну, думали, что он тоже погиб. Вот так Элеонор Тортон досталась на дне моря и осталась, конечно, в его сердце. Когда лорд Монтегио вернулся уже в Британию, он установил в память об Элеоноре памятную доску в своей родовой церкви. А спустя четыре года умерла его супруга. И годом позже уже 54-летний Монтегио женился вновь на 25-летней Элис Перл. И через год у них родился единственный сын. Но нужно сказать, что и лорд умер не своей смертью. 30 марта 1929 года, это буквально через четыре года, когда он второй раз женился, он погиб в вода катастрофе. И титул его лорда унаследовал трехлетний его сын. А его вторая жена Элис Монтегио умерла буквально в 1996 году в возрасте 101 года. Представляете, ей было 101 год. Эту сатуэтку изготавливали из различных металлов. И по желанию клиентов делали ее даже, покрывали ее серебром и золотом. Ну и конечно были вандалисты, которые воровали эти сатуэтки. Это было очень престижное. И затем уже фирма Rolls-Royce придумала защиту от вандализма. И сейчас невозможно украсить эту сатуэтку, если вы захотите ее схватить. Она находится специальный такой механизм, который скрывает эту сатуэтку при ее прикосновении. Или даже сам водитель может нажимать кнопку, она удаляется во внутрь капота, под капот. И также при столкновении. То есть, чтобы она не повредилась сама и не повредила сбитого человека. И если вам в будущем вдруг посчастливится увидеть этот шикарный автомобиль Rolls-Royce, обязательно найдите там изящную фигурку впереди этого автомобиля, которая является талисманом, которая является духом экстаза, духом скорости, с вытянутыми руками и взглядом, устремленным на дорогу впереди. И вспомните об этой красивой девушке Леоноре, которая была источником вдохновения для многих. Спасибо вам большое за просмотр и до следующих моих видео. Пока-пока.